Наряду с легкой атлетикой борьба считается одним из самых древних видов спорта в истории человечества. Борцы выступали на Олимпийских играх с 8 века до нашей эры. Спортивная борьба входила и в программу всех летних игр современности, за исключением Олимпиады 1900 года в Париже. Это чистой воды политика, то есть страны, которым интересно участие своих спортсменов по определенным видам спорта. И не интересно, чтобы ведущие борцовские державы увозили с Олимпиады много медалей. Видимо, наверное, в этом весь кроется вопрос. Такое решение шокировало всех, кто видел в Олимпиаде нечто большее, чем очки, броски, секунды и рейтинги. Речь идет о греко-римской, вольной и женской борьбе. По итогам Олимпиады в Лондоне 26 олимпийских видов спорта были проанализированы по 39 параметрам. В том числе по продажам билетов, допинговым скандалам, рейтингам и телевизионной популярности. Борьба оказалась на последнем месте. Решение принимали 14 человек, 8 из которых проголосовали за исключение этого вида спорта из Олимпийской программы. Ударная техника в борьбе запрещена, но руководство Международного Олимпийского комитета играет по своим правилам. Этим ребятам, возможно, уже никогда не стать олимпийскими чемпионами. Для юных борцов это настоящая трагедия. Такое решение – настоящий удар по олимпийскому престижу России. Из всех наград, разыгрываемых на Олимпиаде, как правило, половина достается российским спортсменам. Некоторые эксперты всерьез говорят об антироссийском заговоре. Тренер олимпийских чемпионов Владимир Урумайгов назвал исключение борьбы из программы Олимпиад ударом по мужскому началу. Да, конечно, золотой запас потенциальный мы растеряем. Потому что вот в Пекине было сейчас четыре золотые медали, не считая серебряных и бронзовых. Две золотые медали по греко-римской борьбе. Но я вам скажу, что ни одна Россия страдает здесь. Например, до смешного доходит, что США и Иран, страны, которые изначально ничего общего между собой не имеют, сейчас вместе воюют за то, что сохранить борьбу. К этому списку могут присоединиться Япония, США и Турция. Стамбул, кстати, претендует на звание Олимпийской столицы 2020 года. Из 38 медалей, завоеванных турками за всю историю летних Олимпийских игр, 28 по борьбе. Трехкратный олимпийский чемпион, легенда греко-римской борьбы Александр Карелин видит в таком решении очевидную политическую подоплеку. Руководство Олимпийского комитета России обратилось в Международный олимпийский комитет с просьбой сохранить спортивную борьбу в олимпийской программе. Это чрезвычайно важно не только для российского спорта и для миллионов любителей вида спорта в России, но и в целом для мирового олимпийского движения. Для России это особенно неприятное известие, поскольку у нас сотни тысяч детей ходят в секции и мечтают стать олимпийскими чемпионами. Будет несправедливо лишить их этой надежды. 12 год, Олимпиада в Лондоне. У нас в греко-римской борьбе, которую я имел честь представлять, у нас два олимпионика, два победителя. И призер им. Это Хугаев, Алан, 84 килограмма, 74 килограмма. Это Роман Власов, представитель Новосибирской школы борьбы. Из одного зала у нас с ним один тренер, этим абсолютно неимоверно год. Виктор Михайлович Кузнецов. Руслан Нагомаев уже 8 лет занимается греко-римской борьбой. С самого детства он мечтал попасть на Олимпиаду, поэтому решение Олимпийского комитета воспринял как личную трагедию. Встать на лыжи или заняться художественной гимнастикой ради медали для спортсмена недопустимо. Естественно, когда я узнал, это был как бы шок. Даже не думал, что это вообще когда-то произойдет, потому что борьба с древнем, дальник был, ну как бы символ Олимпиады. Борьба – любимый вид спорта президента России. На этом видео Владимир Путин дает мастер-класс под дзюдо. А здесь Владимир Путин в буквальном смысле готов расцеловать дзюдоистов, принесших первые медали в копилку России на Олимпиаде в Лондоне. Так или иначе, ситуация потрясла борцовский мир. Юные спортсмены шокированы подобным решением. Многие россияне за счет борьбы выигрывают на Олимпиаде. Как первые медали в Олимпиаде принесли, борьба принесла. Для меня важно, потому что я хочу попасть на Олимпиаду. Делаю все возможное, чтобы туда составил, чтобы быть в сборной команды России, чтобы меня взяли все-таки на Олимпиаду. Я не хочу, чтобы грекоримскую борьбу убрали из Олимпийских игр. Во-первых, красочные броски публику заводят. Возможно, в программу Олимпийских игр включат бейсбол, роллер-спорт, сквош или вейкбординг. Мягко сказать, на самые популярные и зрелищные они вряд ли претендуют. Судьба спортивной борьбы решится в сентябре. Продолжение следует... Продолжение следует...